Здравствуйте друзья! На моих уроках очных очень часто выбирают эту тему. Девушка с зонтиком, Мане. Ну и поскольку я всюду произношу эту мысль о том, что импрессионизм это легко, давайте в этом сегодня убедимся вместе. Одна копия Мане у нас есть, мы уже расследовали Мане в моей коллекции, а теперь появится может еще парочку для того, чтобы все-таки импрессионизм стал более ясно выражен в моей учебной коллекции. А вы, соответственно, могли бы все-таки освоить эту технику, которую ничего не стоит освоить. Итак, у нас, я думаю, что оператор нам потом покажет крупный план этой картины и вы увидите, что я, что я, собственно, затеваю. Значит, я беру белило, беру сметану, макаю немножечко в разбавитель, беру сметану белило, беру голубенький, беру ультрамарин синий. И вот таким штриховательным образом набираю всю поверхность холста. Обратите внимание, что я оставляю продресь холста. Вот такую продресь холста оставляю, не забиваю полностью. Сохраняю вот этот ритмичный характер мазочков и не забиваю полностью. Краска у меня сметанная по замесу, по своей плотности. И это дает достаточно успешно укладывать ее именно с продресями. С продресями холста. Укладка происходит несколько суховато, чтобы происходили эти прозрачности, чтобы холст несколько виднелся. Мане поступил таким образом. Сначала он создал ритм в этом направлении, а потом поменял его к линии горизонта в этом направлении. И мы поступим так же. И это создаст усиление ритмов. Как бы то, что из-за горизонта вылетело вместе с облаками, смотрит сюда, а верхнее небо его несколько перекрывает. Это ритмичное расположение мазочков очень организует пространство. Современные импрессионисты, боясь показаться повторюхами, стесняются укладки таким образом. Ну, далеко не все. В основном наши отечественные импрессионисты стесняются. На Западе версию Мане продолжают вписать. И на аукционах очень много работ, которые легко перепутать с работами импрессионистов. Возьмем кадмий красный светлый. Кадмий красный светлый с белильцами. Конечно, белил в значительно большее количество. Меру определите. То есть это не должен быть красным. Это должен быть подрумянинный белый. И плотно красочкой, плотной красочкой уложим свет. Тем, что свет противостал голубому в картине, своей оранжевизной, вы видите, как ярко зазвучало пятно. Похожим образом, свет на зонтике тоже так же ярок. Я делаю с некоторым припуском, который потом будет несколько уточнен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То есть, по идее, можно было бы класть вот так. Но так, в нашем случае, да и в случае опытного художника, будет несколько надуманно, графоманский. А произвол укладки, вот этот туда-обратный, потому что обратно, против шерсти, кисть обязательно идет с каким-то уклоном, скользит. Что нас очень устраивает, поскольку нам нужно дать интересное звучание штриха. Такое балованное, свободное, непринужденное звучание штриха. И вот я вот таким действием вынуждаю кисть, вынуждаю руку, вынуждаю кисть укладывать интересно, а не наоборот. Вот, уверяю вас, когда вы попробуете делать вот так, будет обязательно скучная формула, в вашем случае, скучная формула укладки. Сознание начнет математику исполнения. Так математика невозможна, так стихия. И вот в этой стихии-то как раз и происходит нечто творчески волнующее. Можно и вот так гонять кистью, вот так. Но лично вам, новичкам, советую сначала поступить вот так. Вы все-таки, даже вот этим образом, более ручная кисть, Но начнется математика вашего сознания. Вы начнете выстраивать, как солдатиков травы. Нам нужны травы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вышла?